МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и итоги недели. В ближайшие полчаса я подведу с помощью моих коллег. Смотрите в выпуске. Будет тепло. В городе постепенно начинают отопительный сезон. По погодным условиям раньше срока. Юбилей космического гения. К 165-летию Константина Циолковского в регионе прошел ряд мероприятий. В Рязани стартовал отопительный сезон. Первыми подключают социальные объекты. К понедельнику они должны греть везде. С понедельника же дело дойдет и до жил фонда. И в течение недели, как обещают в РМПТС, тепло в городе будет повсеместно. К новому отопительному сезону жил фонд Рязани, а это порядка 2700 домов, готов на 100%. Система проверена. В школы и детские сады тепло начали подавать уже сегодня. Понятно, что не одномоментно, но к понедельнику обещают включить все объекты. Включение будет с сегодняшнего дня, там где-то 1,4 часть. Завтра будем выходить на работу, чтобы включить отопление в социальную сферу. Послезавтра и если надо будет, вообще-то планируем за три дня всех пустить. Так, и с понедельника планируем начать пуск отопления в жилой фонд. Все ремонты магистральных теплосетей уже закончены. Последние из них на пересечении улиц Новая и Попова завершили совсем недавно. Остался лишь участок квартальной сети на улице Черновицкой в 42 метра. Трасса здесь изношена, ее возводили еще в далеком 67-м. Впрочем, ремонт здесь тоже будет недолгим. К понедельнику должны управиться. В этом году сделали большие работы на 10 участков магистральных сетей. Тем самым мы повысили надежность теплоснабжения всего города. На данный момент мы готовы. Специально для тех, кто ждет подключения к теплу, на сайте РМПТС публикуют график присоединения. Дату для своего дома каждый рязанец может найти в специальной графе. День рождения великого ученого-изобретателя, основоположника теоретической космонавтики, создатели научных трудов по аэронавтике и ракето-динамике «Научный мир» празднуют 17 сентября. Накануне, в пятницу, прошло много приуроченных к юбилею мероприятий. Одно из них – научно-практическая конференция «Наследие Циолковского и современность». К участию в научно-практической конференции пригласили студентов, ведущих ученых, представителей предприятий космического машиностроения, ветеранов космической отрасли и космонавтов. На церемонии открытия немало говорилось о гении Циолковского, о том, как он сумел оказаться на столько шагов впереди своего времени. Когда светал, вернее, там оказался, я только там понял, что человечество обязательно полетит в космос. Это вот та дорога, с которой, как бы мы не хотели свернуть куда-либо в сторону, вот мы не свернем, потому что там мир, в котором мы живем. Наша Земля – это маленький островок, и мы должны узнать о нем как можно больше. Но это я, оказавшись там, пришел к этому убеждению. А как Константин Эдуардович пришел к этому убеждению. Переоценить значимость теоретика космических полетов невозможно. А именно его трудам мы обязаны тем прорывам, которые позднее совершила советская наука. Наша страна первая сделала шаг в космос. И сегодня тоже продолжает сохранять лидерство в этом направлении. Ну а наши космические победы, конечно, были бы невозможны без Циолковского, без его трудов и без его мечты о покорении Вселенной. Наша с вами задача – сохранить память Константина Эдуардовича. Вот лично для меня Циолковский – это еще и книги Беляева, которыми я в детстве зачитывался. Это потрясающий, великолепный, невероятный фильм «Укращение огня», кадры, из которого мы сейчас видели. Еще огромное количество событий в жизни. Вот подобные вещи нужно создавать, развивать, сохранять память и вдохновлять новых и новых покорителей космоса. Приехал в Рязань и правнук Циолковского Сергей Самбуров. Он продолжил дело своего предка. Теперь занимается разработкой систем для орбитальных станций, готовил космонавтов к полетам. Очень приятно, что и на этой земле еще и студенты делают свои спутники, с нашей энергией совместно запускают. И сейчас два Циолковских летают вокруг земли, два спутничка, передают приветствие голосом Циолковского, ну и изображение передают и проводят научную работу. Конечно, очень это здорово, что у вас растут и кадры. Делать Циолковского продолжают современные ученые, перенимая опыт, вдохновляясь гением. А на Рязанской земле празднование юбилея продолжится в Ижевском, на родине ученого. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 17 сентября свой профессиональный праздник отмечают хирурги, по сути, главные архитекторы человеческого тела. К хирургическому вмешательству обычно прибегают в случаях, когда лечение консервативное, не дает желаемых результатов. Существовала хирургия еще в древности. Эти специалисты прошли путь от кровопускания до лапароскопии. Что из себя представляет хирургия сейчас, расскажем далее. Сейчас на вооружении хирургов не только скальпель, как в 19 веке. Да и сама операционная выглядит словно съемочная площадка футуристического фильма. Несколько мониторов, повсюду провода, современное оборудование. Хирург уже не просто спец с медицинским образованием, но и частично с техническим. И все это нужно, чтобы каждая операция прошла с минимальными последствиями для пациента. Август 21-го, областная клиническая больница. Пациент поступил с жалобами на хронические боли. Раньше лечили только таблетками. Теперь малоинвазивным инновационным методом. Пациенту либо транскутанно, либо если нужно произвести какое-то хирургическое вмешательство через разрез, вводится электрод в спинномозговой канал. Подключаем этот электрод через сеть к рабочей станции. У пациента электрод подсоединен к стимулятору. Вот это вот так выглядит временный стимулятор, который подсоединяется к электроду. Электрод настраивают через блютуз и по рабочей станции подбирают такую частоту, которая подавляет болевой синдром. Система определяет лечащий врач, но сделать это может и сам пациент. Малоинвазивная операция довольно популярный ныне метод. После такого мешательства остаются едва заметные шрамы. Да и восстанавливается пациент куда быстрее. Но у врачей появились и новые помощники, например, робот Мака. Полноценно хирурга не заменит, однако помощник хороший. Подстраховывает хирургов-ортопедов. Предварительно пациенты проходят исследование рентгологическое, потом исследование на КТ. Данные эти загружаются в суперкомпьютер. Происходит предварительная обработка всех полученных параметров с учетом особенностей пациента, его возрастных данных, состояния и структура кости. Предварительно рассчитывается операционный план, потом происходит его обсуждение с коллегами. И уже с учетом вот этого робота происходит имплантация эндопротеза. На пластической хирургии тоже стоит заострить внимание. Речь здесь не столько об увеличении частей тела или коррекции возрастных изменений. Самые характерные травмы для нашего времени – это ДТП. То есть те травмы, которые получены в результате дорожно-транспортных происшествий. Энергии растут, ума у людей не прибавляется. И естественно, что травматизм челюстно-лицевой возрастает. И люди, уже выжившие в этих авариях, они попадают к нам с теми иными рубцами на лице, с черепными челюстно-лицевыми деформациями. И мы фактически заново создаем им лицо. О сложностях работы хирурга в передаче «Городские встречи» рассказал врач-хирург высшей квалификации Владислав Иванов. Премьера уже в ближайшее время. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Снова речь о теме, что называется наболевшей – ковид и ревакцинация. Врачи до сих пор уверяют, что вакцинация – лучшая мера по борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако темпы этой самой ревакцинации невысокие. Наша съемочная группа встретилась со специалистами и выяснила, нужна ли вообще повторная прививка. Новая волна коронавирусной инфекции уже в Рязани. Специалисты подсчитали, она уже шестая. За сутки выявлено больше 360 зараженных. По этой статистике Рязань занимает 41 место по стране. И непонятно, радоваться тут, ведь цифра небольшая, или грустить все же – болезнь серьезная. Врачи практически в один голос утверждают – нужна вакцинация. В прошлом году уровень самосознания был высок. Но тут свою роль сыграли и QR-коды. Их требовали практически везде. Сегодня же на ревакцинацию люди не спешат. А стоило бы, говорят врачи. Дело в том, что бустерная доза вакцины, мы ее так называем медики, то есть у человека есть определенный уровень антител, который держится на определенном уровне, долго ли, коротко ли, и вот потом начинает снижаться. И каждая последующая вакцинация, она позволяет резко повысить этот уровень антител. Причем он тем выше, чем чаще эти делаются ревакцинации. Вторая, третья, четвертая будет еще больше повышать защитный уровень и, соответственно, защищать вас от коронавирусной инфекции. Выбор вакцин в российском сегменте небольшой. Epivac Corona, Covivac и Sputnik V. Согласно исследованиям, самый лучший признан именно Sputnik V. На сегодняшний день выбор небольшой. У нас есть в наличии Sputnik V, но Sputnik V это двухкомпонентная вакцина. Так вот, первый компонент это фактически тот же самый Sputnik Light. Поэтому вполне допустима ревакцинация первым компонентом Sputnik V. Делается одна прививка для людей и переболевших, и для тех, кто прививался более чем шесть месяцев назад. Такой срок полгода выбран не случайно. Согласно последним исследованиям, так называемый защитный иммунитет держится от трех до девяти месяцев. Короче, полгода в среднем. Но ничего страшного, если человек с высоким титром антител ревакцинируется раньше, чем эти самые антитела у него пропадут. Правда, перед уколом с врачом все же лучше проконсультироваться. Есть нюансы, как, например, хронические заболевания. В таком случае рекомендовать могут другую вакцину. Идеальный вариант пока существует только в лабораториях. Говорят, уже разработана вакцина с новым антигенным составом. Как раз он создает иммунитет против действующих штаммов коронавируса. Но новый вариант еще не производят. Видимо, ждут команды. Возможно, надеются врачи, она прозвучит в ближайшие пару месяцев. Пока же предпочтение в ревакцинации стоит отдать проверенному спутнику. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Выборы в Рязани прошли спокойно, в рамках закона и без серьезных нарушений. Жалоб практически не было. И это особенно ценно. С этих слов начал заседание регионального правительства Павел Малков. Он отметил высокий уровень организации, а затем уже по традиции спросил с чиновников, за организацию работы с населением на местах. Нам нужно работать для всех жителей области вне зависимости от того, как они проголосовали. С этого великодушного жеста Павел Малков начал заседание правительства. По его словам, выборы губернатора как кампании были прекрасны. Результат тоже, разумеется. Так что заявил пока еще с приставкой в Рио губернатор. Начинаем работу, засучив рукава. Работать предстоит всем вместе. Решать задачи, которые перед нами ставят жители. Предстоит серьезную социальную сферу укреплять. Здравоохранение. Систему образования. Много отдельных задач. Общественный транспорт, дороги, ЖКХ. Благоустройство в каждом муниципалитете. И вот знаете, я в соцсетях часто читаю, что, наверное, вот эти все наши активности, они были только к выборам. Люди пишут, что неплохо, хорошо, что вот что-то происходит. Но, наверное, после выборов все это закончится. Вот нам предстоит сейчас доказать обратное. Только наращивать и наращивать темп. Наращивать темп – это в том числе спрашивать чиновников за обращение граждан. Традиционная пятиминутка ответов на вопросы с прямой линией растянулась втрое дольше. Павел Малков в каждом вопросе был дотошен. В селе Власово не ремонтируют дорогу и местный клуб. Глава региона придал процессу ускорение. Еще одна важная тема для районов – чистая вода. Локальные месячковые решения – не вариант. Пока есть деньги, заявил губернатор, вопрос надо решать комплексно. У нас вопрос по чистой воде – приоритете. Это касается всех территорий. Везде слышу замечания к власти. Соответственно, надо решать, использовать все возможности. И региональные программы, и федеральные проекты «Чистая вода». Возможности сейчас есть, поэтому то же самое. Посмотрите на все федеральные проекты и программы, где бы мы могли еще принять участие. Везде там, как правило, требуется финансирование, мы его готовы выделять. Деньги региональная власть готова тратить адресно. В Сараевском районе Павел Малков обещал капитальный ремонт поликлиники. 10 миллионов рублей на это уже есть, и следующим летом работы обещают завершить. Еще одну историю с грантами губернатора и конкурсом ТОСов на благоустройство территории решили завершить хэппи-эндом. Деньгами оплатят все 36 заявок. Цена вопроса – миллион дополнительно. Павел Малков эту идею поддержал принципиально. Вечером в среду рязанцы принимали лесопарк. Территория стала победителем рейтингового голосования по отбору общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье» и «Городская среда». За лесопарк проголосовало более 7 тысяч жителей города. В рамках благоустройства в этом сезоне предстояло сделать дорожное покрытие на участке от моста до первого разворотного круга, разместить две велопарковки, урны для пешеходов и велосипедистов, установить видеокамеры, указатели, парковые качели, скамейки со спинками, стулья, кормушки, три разных ксилофона, а также новый остановочный павильон. Затопление после весеннего разлива заставило всех понервничать, но работы успели сдать в срок. Мы тут, так как живем рядом и часто тут гуляем и катаемся на велосипедах, мы, естественно, смотрели за всем ходом работы. То есть, когда увидели и технику, думали сначала после этого затопления, когда же это все начнется. Ну, а потом оказалось, что работы были проведены очень быстро и качественно, и так интересно. В общем, каждый раз тут было что-то интересное происходило. Надо сказать, к пожеланиям людей при реализации проекта прислушались и учли. Спасибо жителям, что каждый день у нас контролировали нас, каждый день оставляли свои замечания, предложения. Мы старались на них на всех откликнуться. Поэтому и завершение работы оценивает общественность. В народной приемке участвовали местные жители от мала до велика. Пришли оценить работы подрядчиков, даже те, кто еще помнит времена, когда лесопарка здесь вообще не было. Я живу 1962 года. На улице Лесопарково 12, дробь 3 жила. Я его помню маленьким. Деревья были маленькие, сажали все. Здесь было вот поле этих огурцов. Так как я в парту работала, нас иногда привлекали, чтобы мы собирали эти огурцы. Моя мама работала в школе. С учениками сажал этот лесопарк. Это в середине 50-х годов. До 2018 года я сюда даже, как говорится, ногой не ступал. Когда лесопарк стали делать, на мой взгляд, на данный момент, он лучше городского парка. Действительно так. Потому что проект получился поистине народным. На всех этапах от голосования и разработки до реализации местные были активны. Мы и с радостью голосовали за то, чтобы лесопарк, благоустройство его попало в этот национальный проект. И участвовали в обсуждении. То есть мы активно участвовали. Очень хотелось. Потому что место чудесное, но было ужасно запущенным. Поэтому было грустно видеть, что вот такой ресурс пропадает просто никуда. Кроме прочего, на территории провели санитарную прочистку и удаление аварийных деревьев. Посеяли газон. Его качество можно будет оценить в будущем году, когда трава взойдет. Работы завершены в срок. Подрядчику огромное спасибо. Фактически работы выполнялись два с половиной месяца. Хотя контракт был закручен первого апреля, но к работам из-за большого разлива смогли приступить только 15 июля. Поэтому такой результат считаем достижением. Стоимость проделанной работы 51 миллион 200 тысяч рублей. В следующем году запланирован второй этап работ. В него войдут благоустройство оставшегося участка дороги, набережной территории и пляжа Орехового озера. Предложение по благоустройству можно оставить под соответствующим постом в официальной группе администрации города в социальных сетях. 16 сентября в Главном управлении МЧС России по Рязанской области состоялось торжественное мероприятие в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Икона издавна почиталась верующими как защитница от пожаров, стихийных бедствий и катастроф, связанных с огнем и молнией. На божественной литургии в честь иконы Неопалимая Купина сотрудники и ветераны регионального МЧС России икону эту спасатели и пожарные считают своей покровительницей и заступницей. На службе огнеборцы сталкиваются с рисками практически ежедневно. Спасают жизни не только прямиком из огня, но и вытаскивают людей из-под завалов, часто их реанимируют, а еще спасают и на воде. Три года Божьего матери Неопалимая Купина сегодня это символ пожарной охраны. Защитница всех, кто борется с огнем. С 2002 года в благословении Рязанской партии на территории Главного управления построена эта святая часовня в честь иконы Божьей Матери. Сама икона Неопалимая Купина известна еще с 17 века как защитница от пожаров. А поскольку испокон веков пожар является настоящим бедствием для народа, стал одной из наиболее чтимых святынь. Благодарственный молебен в честь иконы Неопалимая Купина провел настоятель Никола Царского храма Протеирей Игорь. Село Ижевское в Спасском районе – историческое поселение. Статус присвоен официально, ведь истории здесь дышит буквально каждый метр. К тому же именно здесь родился величайший ученый 20 века Константин Циолковский. В этом году 17 сентября – 165 лет со дня рождения ученого. История музея берет свое начало с 1961 года, когда в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Активисты села написали письмо первому космонавту планеты с приглашением посетить родину основоположника космонавтики. В ответ на письме Гагарин сообщил, что с большим удовольствием прочитал его и обязательно навести Тыжевское, как только будет возможность. После чего было принято решение открыть в селе музей Циолковского. Торжественное открытие состоялось в 1967 году. На мероприятии присутствовал легендарный советский конструктор-специалист в области ракетно-космической техники Владимир Федорович Уткин. А то самое письмо Гагарина стало экспонатом номер один. В 2022 году вся страна и, конечно же, мы отмечаем 165-летие со дня рождения Константина Циолковского. Мы также отмечаем 55 лет с момента основания музея на его родине в селе Ижевском. Присутствуют еще дополнительные юбилейные даты. Это 635-летие села Ижевского. Центром экспозиции сегодня является реальный спусковой аппарат. Единственный элемент космического корабля, который возвращается на Землю. Вот в этом самом аппарате наш земляк, единственный космонавт Рязанской области Владимир Аксенов, который был бортинженером космического корабля «Союз-22» и командир корабля «Валерий Быковский» в 1973 году вернулись на Землю с орбиты. А в 1980-м аппарат передали музею Выжевскому. Когда нужно вернуться, космонавты через люк заплывают, садятся в ложементы, специальные кресла, которые делаются точно при фигуре для каждого индивидуально. И если космонавт прилетает на одном корабле, а возвращается из космоса на другом, то свой ложемент он переставляет на тот корабль, на котором возвращается. Это делается для того, чтобы при спуске с орбитой легче переносились перегрузки. Пристегиваются ремнями космонавты. Сидят они там, прижав руки, ноги, головы к телу, так называемой позе эмбриона. И происходит спуск. От полной расстыковки до приземления проходит порядка 40 минут. Некоторая часть спуска космонавты проводят в огне. Слетит большой огненный шар. Температура за бортом до 1500 градусов доходит. Поэтому обшивка корабля сгорает. Когда огонь гаснет, отстреливается специальный парашют. Он тормозит скорость спускаемого аппарата. Помогают смягчить удар аппараты о землю, также двигатели мягкой посадки. В этом же зале представлен реальный скафандр Олега Макарова. А в 2017 году мэр города Циолковский подарил музею отработанную соплу первой ракеты, запущенной с космодрома Байконур. Сплавы, из которого изготовлен экспонат, настолько твердые, что МЧС, который приезжал нам, помогал выправлять форму, чтобы придать округлую форму. Потому что при падении она смялась вся. Использовали определенные свои инструменты. И эти инструменты сломались. В других залах музея представлены вещи и научные труды самого Константина Циолковского. А также воспроизведена комната его отца, местного лесничего. В селе по сей день сохранилась усадьба Циолковских, где родился Константин Эдуардович. Сейчас идет реконструкция дома, а внутри планируют открыть музей ижевских ремесленников. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». А в областном центре выставка. К ней художественный музей готовился целый год. В экспозиции объекты из калужских музеев и частных коллекций. Все к юбилею Циолковского. С древних времен жители Земли искали ответ на вопросы. Как устроена наша планета? Всматривались в небо над головой. Что там за голубым куполом, усеянным искорками звезд? Мечта оторваться от Земли, мечта о полете, желание парить в воздухе, подобно птице, много веков не оставляли человека и находили отражение в античных мифах, легендах и преданиях. Люди разгадывали небесные письмена, приписывая зодиакальным созвездиям влияние на земные события, придавая им метафизические свойства. Со временем появились попытки обуздать небо. Поначалу сделать крылья и, подражая движениям птиц, подняться вверх. Затем воздушные шары, дирижабли, аэропланы, самолеты и, наконец, космические корабли. Этот путь человечеству прошло меньше, чем за столетия. Художники не могли оставаться пассивными наблюдателями этапов освоения неба и космоса. Греческие мифы, триумфы и поражения, романтика и героизм – все это нашло отражение в творчестве. Отдельно хочется рассказать о коллекции Владимира Беликова, который предоставляет нам не первый раз свои работы. И вот он предоставил снова графику. И мы ему выделили целый зал. Но там такие, знаете, в основном фантазии, конечно, на тему космоса. Правда, есть и портреты, и портрет Гагарина, портрет Терешкова. В этом зале гравюры 16-20 веков из коллекции Владимира Гурьевича Беликова. Он доктор технических наук, академик. Участник работ по реализации программ создания авиационных и ракетно-космических систем. Автор 200 научных трудов и 4 монографий и коллекционер. В его коллекции более 15 тысяч произведений печатной графики, некоторые из которых можно увидеть на экспозиции в Рязанском музее. В соседнем зале не менее интересные экспонаты. Здесь вы можете увидеть и портрет Циолковского, какие-то интерьеры, его кабинеты, его мастерской. Еще здесь можно увидеть фантазии художников о космосе, о покорении космоса, какие-то сюжеты, выдуманные, разумеется. Но это создает определенную атмосферу. Сама выставка очень интересная, потому что она такая многосоставная. Здесь представлена и живопись, и графика, и скульптура, и декоративная. И на прикладное искусство. Вы можете увидеть здесь шкатулки Палевские из фондов нашего Рязанского художественного музея. И еще буквально в последнюю минуту перед выставкой нам Центробанк, Рязанское отделение Центробанка предоставило коллекционные монеты, которые также посвящены и Циолковскому, и другим космонавтам, вообще покорителям космоса. Эту выставку сотрудники музея готовили долго. Часть экспонатов, пять картин и скульптуру предоставил Калужский музей изобразительного искусства. Еще часть – Музей истории космонавтики из Калуги. И целую микровыставку Владимир Бельский с его частной коллекцией графики. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин